как ваш канал называется песни себе ну да молодец разбираетесь в видах города а вы франкирский львив карнатель молодец я этого из не харьковчан харьков узнает в основном почему-то львовяне больше еды и одесситы вот это узнают что это вида харькова да а вы еще блогер нет но я в курсе да ну окей есть какие-нибудь вопросы ко мне да я не в харькове я в торонто это я в принципе из харькова но не но если вас если вас интересует и в будущем хотите блеснуть знаниями по вашей диаспоре основные города сраточения вашей диаспоры в канаде это эдмонтон и винипек на будущее знаете торонто есть конечно но процентах намного меньше хотя пух торонто же больше раз 5 соответственно по абсолютному количеству больше в процентах ваша диаспора в канаве в торонто меньше чем в основных городах это эдмонтон из больших это эдмонтон и винипек под торонто есть такой город миссисага он размеров запорожье пригород торонто слышали миссисага а там побольше украинской диаспоры то есть есть вот как бы русский город ричмонд-хилл да где в основном русские но в торонто тоже русских больше чем украинцев а есть а украинцев больше миссисага из при из большого торонто из городов так что вот на будущее можете блеснуть эрудиции с кем-нибудь и если будете разговаривать я сам русский по национальности конфликтовать я в школе в школе изучался мне не разуметь в канаде диаспоры формируется чисто по этническому принципу из какой страны приехал никакого значения не имеет поэтому если я русский по национальности я типа должен предложить к русской диаспоре вот допустим как корейская диаспора там где и северокорейцы и южнокорейцы не важно то есть не неделя корейца не делят между собой откуда они приехали северной кореи ли с южной кореи ну вот я поэтому говорю это нас определяет спильную историю спильную мову и спильной привычки у них привычки даже одинаково у них вот если вы заметили на похоронах что что у севера что южнокорейцев одни белые цветы кроме белых ничего нет но похороны вожди по похороны вождей севернокорейских посмотрите у них у них ни одного цветка цвет цветка не белого нет на венках только белые цветы и причем это соблюдают и южнокорейцы вот на местных похоронах я видел даже и южнокорейцы и северокорейцы ну до войны плохо как война это всегда плохо я бы предпочел фрагментацию украины мирным путем война это плохо ну я бы предпочел чтобы харьков имел собственную державу но это мое субъективное мнение вам тоже вам тоже выгодно фрагментацию украины вы тогда больше будете в евросоюзе в нато как я понимаю тут больше не от вас от польши будет зависеть я понимаю да а вы сам а ваши предки откуда во львов приехали вы можете сказать коренной потому что когда когда сталин аннексировал львов в тридцать девятом году как вы знаете да поляки все по уехали или в польшу да и он заселял их украинцами из в основном из центральной украины из хмельницкой и житомирской области вольвов это я это я знаю понятно ну окей ладно приятно было побеседовать с культурным любовянином окей всех благ хамаду хамаду хамагу дэй и спелись на этом перекрестке к ваш 23 знаете какой праздник какой день день харькова более важный праздник но вы откуда я в курсе вы откуда я из харьков харьковской области для меня боже был отдельно сейчас я сейчас я в торонто да в данный момент я в торонто я не оспариваю нет ну для вас может день флага более важен для меня день харькова 23 более важно ну это дело вкуса ну ладно вы на какие темы беседуете может вопрос у вас интересный есть вопросы если вас полетели я за слаба женщина хорошо знаю точно точно что что вас интересует я понял что узнаю основан по указу екатерина 2 а до того там был город хаджубей но не город она населенный пункт ну это да я вам рассказал одну из версий у вас другая версия другая версия что оставал дерибас разные версии хорошо кто основал харьков основан по указу царя алексея михалыча ничего не ничего не было крепость харьков крепость основана 1653 году по указу алексей михалыч при при совке придумали версию якобы основал казак харьков но это при совке чтобы об оправдать то что большевики ленин и троцкий засунули харьков в украину а чтобы это злодейство оправдать придумали версию про казака харьков это совковая версия если вы не в курсе что как думаете украина победит я вам так скажу украиной зая каждая страна заявит что она победит в итоге что россия что украина знаете вот если вы историю знаете была война 1812 года знаете ну вот хороший вопрос это говорит о том что вы знаете историю кроме как война с наполеон кроме как кроме кроме как война да я вам их поясняю вот я вам я вас похвалил значит вы предполагаете же было несколько войн и вы абсолютно правы я имею войну войну между британией и штатами знаете что была война между британией и штатами это тут вы не знаете гражданского на штатах было намного ранее но не намного на несколько десятков лет Она была в 1770 каком-то году. А война между Британией и Штатами, когда Британия пыталась восстановить господство над своей бывшей колонией, была в 1812 году. С одной стороны Британия и Канады. Почему здесь Украина? Я вас подвожу. Вот в той войне, которая закончилась боевой ничьей, обе стороны заявили, что не победили. Что Штаты заявили, что Британия заявила. То же самое будет и здесь. То же самое будет и здесь. Россия отожмёт определённую территорию, скажет, что она освободила, а они вернулись в родную гавань. Украина сохранит. Там Киевы, разные Винницы, возможно и Одессу. Тоже заявили, что они отстояли своей территории. Тоже заявили, что она победила. Вот этим и закончится. Понятно. Вы тоже живёте в Канаде. С пятого года. Это мой прогноз. Вы просто не знаете, что теперь творится в Украине. И веяние этого не чувствуете. Потому у вас такой прогноз. Ну да, я после... Но у нас сейчас другое время. И как бы... У нас сегодня президент такой, что чувствует, что народ хочет. И народ как бы уже показывает, что он... Ну президент ваш после визитов в Харьков откровенный подумок. Знаете почему? Вы не говорите так, потому что я своего президента уважаю, люблю и... Я не оспариваю ваше... Это первый президент в 100 человек. Я не оспариваю ваше право влюбительное... Но когда он приехал в Харьков, он показал дулю в восстановлении Харькова. Сказал, изыскывайте деньги, а я буду гарантом. В то же время каким-то киевским Ебиням, Ерпению и Буче он выделил 605 миллионов. Покажите мне статью, где пишется, что он это все показал и сказал. Гуглите интервью Зеленского-Терехова. Ну, была пресс-конференция, Терехов там был, Синегубов и Зеленский. Он заявил... Вот вы, наверное, смотрели, вы просто пропустили мышей, это вам неинтересно. Выделит мне он Харьков или нет денег. А мне это важно. Вам даже выгодно, чтобы не выделили, потому что тогда он выделит, может, в Одессе больше денег или еще кому. Но он выделил до этого, за два месяца до этого, Киевской области выделилось 650 миллионов, Черниговской 350, Сумской 250. А Харькова показал дулю. Сказал, изыскивайте деньги сами, а я буду гарантом. Такой же у тебя гарант. Хорошо. Вот у меня вот такой вопрос. А наш президент это министр экономики? Ну нет, поэтому странно, что он заявляет, что он кому будет выделять. В стране какой, какой вам, как он, президент все, и асфальт кладет, и денег? Нет, конечно, нет, конечно. Но он заявлял, что он будет выделять. Почему вы были говорить, что вот такие страны нет? Потому что он это заявлял. Вот это и странно, что он заявлял. Что он, скажите его первые слова, которые вы, я потом прочитаю. Изыскывайте деньги на восстановление Харькова, а я буду гарантом. Ну это почти дословно. Это он так сказал? Да, это видео есть. Видеоконференция, да. Видео найдет. А, он сказал, ищите деньги. Мы ничего не дадим, да? Нет, он ничего не дадим, он сказал, он сказал, изыскывайте деньги, а я буду гарантом. А между срок это читается, что я ничего не дам. Он же не может так заявить, я ничего не дам. Он же президент, вы же сами понимаете. Хорошо, а как бы насчет той новости, что есть европейские страны, которые обязались там восстановить. Там Киевскую область, там взяли Финны, там вот немцы взяли Чернигове. Вот я вам скажу, что в Харькове тоже есть страна, которая взялась... Прекрасно относится. Даже более того, это страна из США. Это не только США. Ну вот. Это Австрия, во-первых. Да, но если Харьков освободится от Украины, если он будет независимым, возможно, США будет помогать. Если будет независимая слабожанщина. Потому что выгодно Штатам иметь еще государство-слабожанщина в сфере своей орбиты. Сами понимаете. А если Россия заберет Харьков, тогда Штата не будет она помогать, я так думаю. Как вы думаете? Это бред какой-то. Какая слабожанщина, это уже 21 век. Ну, 21 век, а почему вы лишаете некоторой исторической территории права иметь свое государство? А зачем это? Как зачем? Вы понимаете, что сегодня лад идет в мире. Сейчас идет глобализация. Сейчас не идет разъединение. Экономическое, экономическое, я согласен. А зачем Чехословакия? Это реально. Почему создался Европейский Союз? Для чего? Я понимаю, для чего. Для экономической связи, для бестаможенного бизнеса. Почему? Для единой валюты. Это евроатлантический альянс с другими странами. Это глобализм, я знаю. А почему разделилась Чехословакия, как вы думаете? Почему Чехи... Разделились почему, да. Ну, потому что там я был в Чехии и жил, и слышал, что мне Чехи говорили. И работал со Словаками в фирме, и слышал о них, о них тоже. Это два разных как бы народа. Ну, правильно. Да, и что? Это совсем другое. Ну, живут два разных, в Канаде живут, два разных, ну, много народов, но два разных народа по языку тоже живут. Да, Квебек, знаю, знаю. А вот Чехословая, Югославия разделилась, пускай не мир, но разделилась на шесть государств. И вы сами знаете, там есть влияние США и Европы, и там есть влияние России. Ну, я понял. Ну, это все, так сказать, я говорю не в принципе вот тактическом, у кого какое влияние, а в принципиальном, концептуальном смысле. Почему вы в Словении или даже в Словакии даете право иметь свое государство, которое меньше слабожанщины, как по территории, так и по населению, в разы причем. А слабожанщины не даете такое право. Вы говорите про Югославию, и вы понимаете, что там есть другие веры. Там есть одна вера, и есть там другая вера. Ну, так тут тоже другие веры. Там в Харькове, в Харькове, в Львове, в Киеве, там одна вера, там несколько. Ну, в Львове, во-первых, другая вера. Там либо католики, либо греко-католики. В Киеве, в Харькове пока одна вера, но уже разделяется. У вас киевский патриархат, в Харькове в основном московский патриархат. То есть вот вы же сами разделили православных, и потом говорите, что одна вера. Вы понимаете, что такое православные и другая вера, ну, арабские страны? Я понимаю, что это искусственное разделение, но тем не менее оно есть. Блин, это очень небольшое вера. Вера разная, язык тоже, можно сказать, разный. Если я вам скажу по-харьковски, вы же не сможете перевести, наверняка. Хорошо, как они экономически, может, выкинуть это сами? Экономически? Харьков вообще, Харьковский регион, вообще, это регион-донор. Запросто вытянет. А пока Украина паразитировала на его экономическом потенциале. Помните, до 2014 года все говорили, Донецк, Луганск кормит Украину, мы уголь, все, мы работаем, вы там все отдыхаете. Если мы там отстанем, вы там будете пропадать, и все. А что вышло? Это не все говорили, это говорили донецкие. Ну, вы задали вопрос, давайте ответить. Это не все говорили, а говорили именно донецкие. Пускай и по центральным каналам, поскольку центральные каналы были при Януковиче под ними. Они, вот. Я вам повторяю, Донецк и Луганск не были регионами-донорами, поэтому они говорили не вполне правду. А Харьков, впрочем, как и Одесса, является одним из пяти регионов-доноров Украины. Если вы откройте карту регионов-доноров Украины, вы убедитесь. Раз Харьков... Где есть морской порт в Харькове? Обсчет морской порт. У Харькова другие бенефиты по поводу... Скажите мне. Наука, вузы, промышленность. Вы имеете в виду дарницу, да? Какая дарница? Дарница в Киеве. Ну, какой там, я же забыл, какой там есть форматический завод. Ну, много заводов. Турбоатом есть. Хорошо. Из высокотехнологичных. Вы имеете в виду этих заводов где? Ну, я же вам это сам. Я не знаю, конкретно у какого завода где бенефициара. Если вы не знаете, они не выкинут. Потому что все бенефициары этих заводов живут не в Харькове. А где они живут? Где? В Центральной Украине, на Западе. В Европе живут. В Европе, в Европе, да. В США. Ну, так а почему им, почему им, вы считаете, будет невыгодно дальше продолжать развиваться? Потому что у них начнутся проблемы. Это какие-то таможни, это другой регион. Какие проблемы? Это какие-то другие сборы, это какая-то другая сертификация. Будет, возможно, те же самые правила, какие для Украины или те же самые принципы? Это нужно сделать так, чтобы дать Крыму автономию. Ну, зачем Харькову автономию, если там не живут крымские татары и другие национальности? Там живут другие национальности. Какие там живут? Русские, намного больше русских, чем в Киеве или в ИНИХ. Нет, там говорят по-русски, это да, я понимаю. Не говорят, а и... И причем, давайте отзадим русский тогда. Тогда пускай этот Харьков загнывает, как Приднестровье, как Осетия, Абхазия, как другие страны, КНДР и декоммунизм. Ну, или... Ну, не всюду, ну, да, да. Скажите мне хоть одну процветающую страну, где русские зашли, Сирия? Ну, почему тут русские? Мы говорим про независимость слабожанщиков. Правильно, вы же говорите, что там живут русские, ну и что? Русские это национальность, они нигде не могут зайти. Заходит государство, заходит государство, россияне заходят в таком случае, а не русские. Русские это не национальность, вы ошибаетесь. Ну, а что это по-вашему? Открываете перепись населения Украины последняя, 2001 год, и читаете, украинцы первое место 77%, русские второе место 18%. Перепись Украины был два года назад у нас. Да, ну, это такая неофициальная была онлайн-перепись. А вот такая официальная перепись была в первом году. А вот как ваш канал называется, кстати? Я... у меня нет канала. Ну, обычно, ну, нет так нет. Обычно, если флаг висит, канал есть. Да зачем? Я просто так. Если триггер срабатывает, нормально. Ну, я понял, я понял. Ну, окей, я просто говорю, что... По поводу Донецких, вы меня перебивали все время, я хочу вам уточнить. Донецк и Луганск не были регионами-донорами в списке регионов-доноров Украины. А Харьков есть, как и Днепр. Поэтому ситуация абсолютно разная. В случае гипотетическом, если они будут независимы от Украины. Либо, если Украина станет цивилизованной в отношении, так сказать, допустим, федерации, там. Или унитарии, но цивилизованной, как Финляндия, со справедливым распределением ресурсов между регионами. До этого она только паразитировала на регионах-доноров. Ну, посмотрим, как будет после войны, если она останется в каких-то границах. Ну, нравится жить в Канаде? Нравится. Ну, а живите в Канаде. Я думаю, что украинцы как бы сами разберутся. Но будет все хорошо, но выиграли. Ну, у меня и в Харькове есть недвижимость, так что... Вы откуда? Я из Меридополя, но это рядышком. Рядышком с чем? Ну, с Америкой. А, круто. Ну, хорошо. Может, вопрос у вас интересный есть. Чем-то Америка, не пойму, конечно. Ну, ладно. Вопрос. Когда у вас день? В это... Ну, день. Вопрос. Не первый. День. День, день, может быть, и во Владивостоке, например, утро. Да? Да не может быть во Владивостоке утро. В Владивостоке, как говорилось, как всегда, во Владивостоке полночь. Ну, да. В Владивостоке-то было. Было не во Владивостоке, а было в Петропавловске-Камчатском. А, Петропавловске-Камчатском полночь. Точно. Ну, понятно. Там рядышком. Ну, хорошо. Нет, я просто спрошу. Ну, ладно, я с континентом. Я из Америки, только не из США. Отгадали, молодец. У вас вопросы, как бы, какие есть? Нет, главное, чтобы у вас хорошо все было. Ну, вы на какие темы беседуете? Хорошо-то у меня нормально, и вы за меня не беспокойтесь. У вас, чтобы хорошо было. Да нет, я на вас фотки, ну, да вы, вот вы зря фотки проецируете туда. Вот сейчас проецируете, и это отвлекает внимание от вас. И я вот смотрю фотки, красиво, блин. Ну, обалденно, вы. Не, ну, это все, чтобы остановились. Народ, народ останавливаетесь, спрашивает, они пролистывают. Там, я специально, как завлекал его использую. Не, почему? Фотки классные, вот это у вас, блядь, это классно. Вообще, вы красиво это вот все сделали, но это отвлекает от вас лично. Я понимаю. Ну, хорошо, не отвлекайтесь. Вопросы у вас есть какие-нибудь интересные? Да нет, ну, главное, между прочим, выручивать. Ну, ладно, у меня к вам вопросы. После окончания военного конфликта, в каких по вашим границах останется Украина? А ее не будет. Как не будет? А кто же будет долги отдавать Западу? Не Россия же? А долги никто не отдал. Долги отдают трусу. Ну, вот, Киев нахватал долгов, Киев должен остаться, по крайней мере, Правобережный, Киев, Винница, Украина, и чтобы они долги отдавали. Ну, зачем? Будет любовь, любовь, Львов, Львов, кто больше всех пиздил, тот и отдает. Ушел из Украины, все, взятки гладки. А кто в Украине остался, тот и отдает. Вот так нужно рассуждать. Ну, я о чем и говорю, что раз вы от Украины, из Украины уйдете, вы отдавать не будете. И Львов также уйдет из Украины, тоже отдавать не будет. Я же про это и говорю. А как он уйдет? Ну, попросится в Польшу. Польша его возьмет. Ну, попрощу. Ну, вот. А Польша не имеет права входить в Украину. Потому что если она войдет на Украину, то будет не конфликт с НАТО, а конфликт с Польшей. Поэтому Польшу можно и больше к пацанам не дать. Нет, ее могут пригласить официальные львовские власти. Тогда они войдут. Украина будет настолько ослаблена, как вот СССР в 1991 году, что мнение и распоряжение центральных властей ничего не будет стоить. Это next to nothing называется по-английски. Тогда будут идти такие реберинговые настроения по всему периметру. Не только вот в Запорожье, который захочет уйти из Украины, но и львов захочет уйти. Только там Запорожье в Россию, а львов в Польшу. Чего же там непонятно? Ну, вот. Ну, только про львов нужен Польша. Ну, как же, это же их город. Ну, и он больше, австрияки его бы пристроили, чем поляки. Ну, поляки тоже там что-то приложились. Украина же ничего. Нет, я просто к тому, что он нужен. Он нужен разве Польша? Он нужен полякам, потому что там очень много субъектов институции, то есть дома. Если поляки, рядовые, поляки будут претендовать на возвращение собственности, он для этого им нужен. А как же? Очень много домов поляков там, личность, собственности, собственности много. Я знаю, украинцы до этого не понимают. Они этого не понимают, что у них их просто тупо... Ну, как бы я во Львове очень часто жил, но они, украинцы, этого не понимают. Да я в курсе, что украинцы не понимают. Наплевать на украинцев. Мы что-то говорим о перспективах городов. Вот Запорожье... Перспектива... Ну, я ладно, вы, я вижу, такой грамотный человек. Если хотите, я вам рекомендую. Ладно, спасибо за беседу, всех благ. Продолжение следует... А за себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяя. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, что... Почему же тогда... Утилитарным государством... Правильно, утилитарное государство. Правильно? Великобритания, утилитарное государство. Вермания, утилитарное государство. У них есть один... Федерация Himself Frankl. Но соединённых штатах реальный закумы... Соединённых штатах афгенерализации? Федерации. Федерация, генеральная всё. И вот, соединённых штатах генер futuro. Соединённые штатах афгенерация вот так. А с высшим об siitä. Да. Да? А как называется? Ну, это соединенные шпатами. Это федерации? Да. Ну, по-русски, да, Повыдем всегда писать мудрый. И с ним жадам неровно Смоем, а Женето-лесеная Синева Не пошли за нас Грова, грова Ужем Женая 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 В соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят За это, за то, что мы живем хорошо Ненавидят. И будут Ненавидеть всегда Просто потому, что мы есть и живем хорошо Их, в общем-то, всех и назвали русские Потому что это глагол Русские это какой чей отвечает Воронеж передали В 1922 году В Воронежской области А в 1922 году Ильевская область где была? В Австро-Венгрии Опа! Так это не было еще? Ну еще В Сучья семья А вы Ветем За родную Россию Как усеи Их рассеют Тяжела Будет И Суавель Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь Стримит Зарабян Первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского Белгородского И Волынского Воробьев из Краснодара Приедет завтра Ага Вот с ним и с Воробьяном Завтра и Совместный с Три Это очень опасно Хохлов и Ленин Пока тоже держи на прицеле Они могут переметнуться И нас подставить Хохловский был В музея Украинского И мы будем начать Пытаясь Да Украина Кто Кто Он все же В группе Коричко ... ...типа Гоституции Еще раз заявляю Власть Харьковской области Четвертая и сильная Мы не позволим никому Учить нас жить Я отмяюю вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok